Золотой дракон – символ мифического острова Авалон и хранитель рыцарских доспехов этих ребят из Курского центра боевого исторического фехтования и реконструкции. Здесь не музейная экспозиция и не отелье. В небольшом помещении воссоздается мировая история. Клуб существует с 2003 года. Непосредственно начали уже изготовлением снаряжения заниматься где-то года с 2006. Мы научились делать шлема, разные элементы пластинчатой защиты, кольчуги, защиту ног, рук, непосредственно также сами шьем, стегу на защиту. В центре Авалон изучают несколько военных направлений средневековой Европы. Основной – орден тамплиеров XIII века. Недавно начали знакомиться с историей английских наемников XIV столетия и даже с особенностями монгольской армии. При этом разделения на рыцарей, служителей, оруженосцев, солдат не существует. Участников центра рыцарский орден интересует в первую очередь с точки зрения быта, доспехов и оружия. Новичков здесь рыцари не посвящают, но определенные испытания все же пройти следует. У нас есть стандартный испытательный срок, в течение которого человек должен изготовить костюм. И если он изготавливает костюм, указанные сроки, потом он уже сдает экзамен по физподготовке, по знанию устава организации и по знанию исторического периода. Здесь есть и свой кодекс чести, составленный с учетом современной жизни. Молодые люди не курят и не употребляют алкоголь. Если есть стремление и серьезное отношение к делу, оружие могут доверить даже 14-летнему юноше. Артем Горбунов в центре «Авалон» 4 года. Он будущий автомеханик, но все свободное время посвящает истории рыцарства. Изменил жизнь, это уже стабильно. А так, вырастили, я бы сказал. А многому научился работать руками и духовно вырос. Работать руками приходится не только при фехтовании. У каждого участника есть свой гардероб. Воин ордена тамплиеров сначала надевал обязательную поддоспешную защиту, чтобы уберечь кости от переломов. Сверху длиннорукавную кольчугу, аэлеты на плечнике с изображением герба. На голову обязательно подшлемник с хоубергом, кольчужным капюшоном и шлем. Общий вес такого костюма вместе с оружием порядка 40 килограммов. Облегченный вариант – гражданский комплект тамплиера, напоминающий тунику Котта. В принципе, это еще не полный комплект. То есть, поверх Котты одевался еще сиркот. То есть, верхняя накидка с гербом ордена, с красным крестом. Она отличалась, в принципе, от Коты. То, что рукав в районе подмышки не сшивался. И когда была жаркая погода, они одевали, и рукав сзади висел. В холодную погоду одевали поверх. Все доспехи и костюмы реконструкторы изготавливают с исторической точностью. В соответствии с манускриптами, археологическими находками. Современный только материал. Металл покупается обычный, вполне листовой, холоднокатанный, двухмиллиметровая сталь, СТ-3. Есть уже непосредственно выкройки, раскроеки. Просто вырезаем и уже отковом сгинаем, клепаем. Матрицы, формы непосредственно есть. То есть, заказаны на производстве. Верстак, дрель, молотки, плоскогубцы. История создается исключительно вручную. Самая трудоемкая и неблагодарная работа – это плетение кольчуги. На одну такую железную рубашку уходит до 10 тысяч маленьких колец. И неделя работы сразу 6-7 человек. С такой кропотливой работой справились бы девушки. Но в клубе их берегут. У них здесь другие обязанности. Мы называемся мирным населением. То есть, мы занимаемся реконструкцией быта, реконструкцией костюма. В основном, мы в большей степени отвечаем за историческую часть. И, ну, основное – это мы изготавливаем костюмы. Когда я сюда пришла, у меня уже были навыки полученные в школе, в семье. Кто-то приходит, ну, не умеет совсем шить, учат девушек таких. Все вплоть до стеганой защиты шьется вручную. Фехтованием девушки не занимаются. Зато осваивают средневековое рукоделие. Плетут на дощечках, вяжут на костяных иглах. Своё историческое облачение у них тоже есть. Это европейские платья родом из французских провинций и наряды племени северян на Руси. Были найдены платья тех веков, которые мы изучаем. И с них уже, ну, скажем, учеными, исследователями, кому это интересно, историками были сняты выкройки и переделаны уже на новый лад. То есть это всё можно найти опять-таки в библиотеках, либо интернет у нас сейчас сеть очень развита. Наличие интернета – это, пожалуй, единственное большое отличие между Европой XIII века и Курском XXI.